Ребят, ну чего, у нас начинается наш четвертый день, да? Четвертый день нашего пребывания здесь. Вот так это все выглядит сверху. Сейчас мы едем на тест вертолета. Какой он будет и как он будет проходить, я пока не знаю, потому что мы можем туда приехать, опять начаться дождь, и мы можем обратно уехать. У нас это продолжается уже здесь на протяжении, бог знает сколько времени. То дождь, то... Вчера один день нам повезло, и то мы приехали, представляете, и нам рассказывают, когда мы были на рыбалке, рассказывают то, что где наш отель и где аэропорт, шоу-ливень такой сильный, что даже не было видно руки. Представляете, насколько сильные тропические ливни здесь. Так что неизвестно, как у нас дальше сейчас пойдет. Мы едем в город, сейчас забираем там вещи, которые нам нужны для вертолета, и, соответственно, отправляемся уже на вертолетную площадку. Ну что, ребят, наконец-то мы добрались до вертолетной площадки. Сзади нас находится вертолет, который сейчас и будем тестировать. Название этого вертолета, оно не понятно нам пока. Да, и непонятно, соответственно, вся тематика этого вертолетного движения. Ну, раз уж приехали показывать вам вертолет, будем его показывать. И давайте вам покажу его полностью, как он выглядит. Да, кстати, вот это вот называется такой, как бы, для передвижения вертолета. То есть такая штуковина, чтобы она как раз передвигала вертолет. А здесь вот он, сам вертолет, на котором мы сейчас и отправимся в путешествие на прекрасные острова. Это уже такой вертолет на 6 человек, наверное, даже на 7. Так что сейчас мы посмотрим, на что он способен. Самому мне интересно. А там находятся еще другие вертолеты. Они более поменьше, так как на Розу у нас сегодня полетит много. И там опять двухместные. Так что мы сегодня не воходуемся. Вот, ребят, вот обычная, как это, инструкция по технике безопасности сейчас проведет. Чтоб всем было ясно и понятно, как у кого будет свисток от акулы. Мы будем снять, как он прогревается, сейчас он прогреет двигатель. И надо просто решить, на каком я лечу, на маленьком или на большом. Потому что обратно я чувствую, что придется ехать на катере. Так что давайте сейчас летим на маленьком или на большом. Походу летим. Ну вот так вот будет происходить сейчас первый ТСТО какой-то. Не знаю, вернутся парни, не вернутся. Сейчас посмотрим. Он прогреет уже 200 градусов, как нам объясняли. И, соответственно, уже дать все движение. Вот так, наверное, происходит. А мы сейчас посмотрим, что может большой. Ребят, сейчас наша кожурка начинает разогреваться. Сейчас она разогреется. Я не знаю, получится у меня здесь вперед, не получится. Ну, в любом случае, поеду, что я буду сидеть, что я покажу вам. Что-то я пока очкую. Непонятно, да, там. Находимся, знаете, где? В аэропорту в таком. То есть в аэропорту. Давайте я вам сейчас покажу. Находится прям, где-то там уже океан. Мы находимся в горах. Все, как в лучших американских боевиках. Но меня радует одно, что на нас спасательные жилеты не надели. Значит, то, что он понадежнее будет. То есть те, кто улетел, они как-то еще не знают, что нас не надели. У меня лучшие. Вот так проходит по салиске. Сейчас попробую открутить микрофон. Все мои спутники, кто сегодня отправляется туда же. Ну что, начнем. Ребят, ну, как видите, микрофон я надел. Но слышно, конечно, в вертолете будет ужасно. Поэтому приходится озвучивать все по-новой. Как видите, старался для вас, но, к сожалению, петличка ничего не дала. Ну, давайте расскажу вам о своих впечатлениях. Вертолет очень большой, очень огромный и очень комфортабельный. Сидеть в нем очень удобно и очень сидишь прям как в Мерседесе. И вот мы, когда начали взлет, этот взлет даже не чувствуется. Так что давайте сейчас посмотрим. Там не трясет, ничего не происходит. Очень-очень удобно. Ну, как видите, вот рассказываю, что петличка меня подвела. Я думал, то, что будет какая-то тряска, как на Робинсене. Оказалось, все очень интересно. То есть он взлетает очень хорошо, идет плавно. Никакой тряски нет. Прям, знаете, прям очень комфортно, очень удобно. Ну, а теперь мы отправляемся на замечательный необитаемый остров. Разгон у него, кстати, хороший. Вот если бы мы ехали до этого острова на катере, это было заняло у нас 2,5 часа. На вертолете это же расстояние мы преодолели за 12 минут. Такие вот замечательные острова. Все США, вот они устроены из таких островов. Это каждый остров, это какой-то отель. Ну что, начинаем наше путешествие на остров. А вот, наверное, чем и не нравится мне камера GoPro. Вот один из ребят показывает, что ему тоже она не понравилась, потому что у него кончилась память, и он сделать с этим ничего не может. Он не может ни посмотреть, что можно стереть, ничего с ней вообще. А я снимаю на обычный iPhone, где я могу тут же все посмотреть, тут же все стереть то, что мне не нужно, и освободить себе память. А GoPro этого не может. Вот почему я не снимаю на GoPro. А вот мы и подлетаем к нашему необитаемому острову, на котором дальше мы будем проводить все съемки. На таких островах вы, наверное, еще не были, так же, как и я. Но давайте дальше покажу вам, что это за необычный такой остров. Субтитры сделал DimaTorzok Приехали на остров. Сейчас нам предложим по коктейльчику, и вообще все будет отлично. Наш молодой человек улетел. Надь, могу задать вопрос, а как называется вертолет, на котором мы летели? ЕС-05. 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 Ну вы сами слышали, как он называется в принт-фе. ЕС-05. 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 Надеюсь, какой-то монстр. Это монстр вообще, посмотрите! Чтобы было понятно, насколько он большой, давайте сейчас сделаем вот так! Вот представляете, ей столько уже лет, 200 лет ей примерно. То есть 200 лет и чтобы было понятно, сколько она большая, вот смотрите, можно вот так вот сделать! Какое-то огромное и большие черепахи! Ну, в принципе, мы насладились уже, наверное, черепахой и можем отправляться дальше в путь. Вау. Снали, она встала вот так. На самом деле, эта черепаха называется Алтабурская гигантская черепаха. У нас их на острове около 3000. Да, то есть они изначально, эти черепахи, были найдены на острове Алдабра, который на сегодняшний день считается заповедником Сейшильских островов. Ну, и это также наше достояние. Ну, вот так вот выглядит черепашка. А еще здесь ходят вот такие вот хреновины такие, я не знаю, как это, куропатки какие-то. Что это такое? Вот такие вот, видите, там петушки какие-то. Ну, что могу сказать? Природа девственна. Знаете, такой нетронутый такой уголок цивилизации. С одной стороны, конечно, это прикольно. Сюда можно уехать, там, на неделю. Наверное, вот больше недели здесь и не пробудешь. Знаете, когда были последний раз просто на Мальдивах, недели мне хватило вот так вот за глаза. Потому что вечером здесь делать нечего. Так, чтобы уединиться, 7 дней хватает обычно с запасом. Хватает их на год. Ну, опять же, каждому свое. Я высказываю свое мнение, а там дальше смотрите, решайте сами. Вдруг вы тоже захотите побывать на таких островах. Ну, кто вдруг не был на таких островах, конечно, ребят, вам будет очень интересно посмотреть всю эту природу. Все вот эти вот... Весь этот ландшафтный дизайн, который сделала эта природа. Надеюсь, вам понравится. Ну, что, вот так вот выглядит пляж на каких-то островах. Слышите, тут шум прибоя. Вау. Такой вот он. Мы пошли на завтрак. Сейчас покушаем и будем дальше заниматься. Давайте вам расскажу о завтраке на этом замечательном острове. Чудо-остров. Вот такая вот большая, огромная корзина. Смотрите, все вот тут и рамбутаны, и виноград. Все-все-все-все-все-все-все. Все, что как раз... Мне как раз и не для булочки вот здесь вот пошли. Свежевыжатые соки. Рыба. Так что этот остров встречает нас радостью. Радостью. Пойдем завтракать. Ребят, ну что, находимся мы на острове. Название острова, к сожалению, не помню. Поэтому давайте я вам просто покажу, что из себя представляет. Вот здесь вот, где мы находимся, это такая как бы библиотека. Сейчас я вам ее покажу. Здесь много-много всяких книг. Но наверняка всем библиотека не так интересна будет, как интересен, наверное, сам пляж. По этому острову там находятся черепахи. Здесь 300 штук, как вы слышали. И, соответственно, они здесь гуляют по этому острову. Свалить они отсюда никуда не могут. Ну, вид. Вид, конечно же. Конечно же, все это только из-за вида. Вид. Просто замечательный. Ребят, ну что, поедем смотреть местные достопримечательности. Даже не поверите, кто со мной. Лех, покажись. Смотрите, кто нарисовался. Кто нашелся? Кто нашелся? А ну, здорово. Надя, привет. И Надя там тоже есть, кстати. Еще все спрашивали, знаешь, там вышел вчера в Перископ, все спрашивали про Нурика. Скажи, Нурик затеял очередную войну. Нурика арестовали за контрабанду Табака. За контрабанду Табака здесь арестовали? Да что, серьезно? Я что-то был в Сеперксиве библиотеке, а сейчас мы к нему приедем. Вау. Принимает родом черепашек. Везем провизию, короче, для Нурика. Сейчас начнется вообще красиво. Ждем. One, two, three, go! Тихо, видишь, что они не знают. Такой вид. Ставим еще ей кольцо. Здравствуйте. Вот это, кстати, взлетная полоса, чтобы всем было понятно. Сюда садятся самолеты. Сюда садятся самолеты. Сейчас, Алис, остановись у пожарки. Люди должны видеть, какая здесь пожарка. Алис, 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 алис. Если так вот закладывает. Сейчас вы увидите раритет. Какой же? Которая, если вдруг чего, если вдруг мы прилетели бы на вертолете, то она как раз должна была нас спасать, если бы мы упали где-нибудь. Кажется, она из фанкера поставлена. Это тоже, кстати, наводит на хорошие мысли. То, что вертолеты и самолеты здесь не падают. Все нормально. Вот видите, остров весь в черепахах. Вот, не снимай. Вот такой бронтозавр. Бронтозавр вот такой. Чтобы просто выдыхает. Вау. Такой маленький броненосец. Покажись зрителям. Как тебя зовут? Привет, привет. Вот это не самая большая. Вот это небольшая? Не самая большая, есть большая. Вот сколько лет ей? Как можно, поймем. Вот так как мы находимся на острове, у нас с одной стороны море. И, соответственно, с другой стороны море. Мы с ней не будем. У нас здесь океан. А какой у нас здесь океан? Индийский океан. Так что вот такой вид у нас открывается. Ну, теперь точнее открывается он и у вас. О, мы приехали куда-то. Да. Алекс, куда приехали мы? А, камеру нету, чтобы все забрать. А пойдем покажешь мне. Что, вот это, вот это вио, да? С океан как раз и поезд. Вот здесь я проходил... Здесь держат, задержали за контрабанду собака... Нурика? Нашего великого Нурика. Опа-на! Опа-на! Человек, изнуренный наказаниями. Вот у Нурика здесь, знаете, дубак такой. Вот прям настоящий дубак. Это... Что-то холодно у тебя. Да, по-другому, наверное, назовешь. Ну как ты, выжил? Да охуенно все. Что здесь вообще? Что это такое? Как это? Где это? Это, значит, площадка для вечеринок. Так. Партизона. Партизон, да. Здесь... Ну вид-то вообще просто фантастический, блядь. Вид просто фантастический. Вид красивый на ту сторону, кстати. Потому что здесь как бы получается порт. Самый красивый вид. Вон она, видите? Бабад! Тяжелые будни Нурика. Да, тяжелые будни Нурика. Нурик, ну ты теперь побывал на Сэшелу. Хорошо, что трусы не улетели, блядь. Ну давай, расскажи свои впечатления о Сэшелу. Сэшли. Очень такой... Сэшель-ээкшли, экзакли... Просто бомба. Бомба? Бомба. То есть понравился? Сэшелик, за это время проживаю, научился говорить яблочный сок на английском. Яблочный сок, блядь. Как, как? Я сегодня, как проснулся, где-то 8 часов. Блядь, такой сушняк, блядь, воду не могу найти. Смотрю, один ходит, говорю, иди сюда, блядь, воду принеси. Воду, говорит? Да, блядь, воду принеси, блядь. Три бутылки принес, баклажкой, блядь. так расхуярил вот так вот как раз отдыхают гости это кстати он сейчас заработал между прочим на ваших дачах чтобы попасть сюда то есть он работал много много работал строил заборы копал ямы и он здесь а где вы еще раз хочу выразить большое такое человеческое спасибо диме который как раз и устроил все эти вот тест-драйвы по вертолетам по гидроциклам который мы пока еще как раз не оттестили называется продюсерский центр у к д к о к д к так что ребят димон тебе отдельно спасибо даже не знаю что говорить просто супер все все замечательно посмотрим что будет вечером вечером будет вообще интересно вот заходим всем привет вот здесь вот привет youtube привет все наши подписчики ну давай показывай номерок у вас все шторы опущены потому что мы взяли и опустили что чувство кровати то что здесь происходило откуда столько кровати а я тебя поняли ну вот такие вилы на сейшельских островах на каком-то острове так же вы приезжайте на какой-то остров вот там кстати взлетная полоса вот видите вот это взлетная полоса на которую мы садились а это соответственно сами его вот эта ванна как вы только что видели это балкон здесь лёха жив просто на балконе просто он на балконе да просто живет на балконе чё сказать на море чтобы дойти надо я не знаю надо машинку иметь если у вас нет машинки вы до моря не дойдете далек нет машинки ты скотинка такая мудрость есть на сейшелах а это собака на летающий собак лисица точно а скажи пожалуйста машинки всем выдают да то есть машинки выдают тем кто удался личико то есть тем кто обслуживает это все даже можно не удастся личиком но если на тебе будет написано став у тебя есть машинка ты став нет прав есть еще одна мудрость но она расскажу что легком просто угнал эту машину у одного стаффа и поэтому она у него есть к сожалению или на них к счастью к счастью к счастью без работы я я с машины сюда а теперь он бегает по острову ищет свою машинку ну реку тебя есть машинка здесь здесь да нет здесь есть да я тебя поймут и сон на заработки приехал да то есть там папа под под это там под 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 штукатуре что туда такое нет кафе класс а кого хорошо платят здесь или чё или ты за еду здесь работаешь да не пока паспорт отобрали просто кафе или нет он просто кладет паспорт она искать для паспорта отобрали для да не козой дай дальше пиздец как найду паспорт полетю нахуй в душам б бросайте в москву работать приезжайте в сейшлы здесь платит охуенно и не гортянки хороший так куда должны приехать сейшлы экшлейска острова ну я думаю сейчас братья посмотрят и уже соответственно стартанут сейчас ребята уже собирают и так чувствую чемоданы так что завтра дворников во дворе вы можете в принципе уже не увидеть потому что все разбегутся на какие острова забыл я так не скажу ну и как обычно я же не мог пропустить чудо такое это вот это кстати туалет вот на сейш блин я не скажу так как он не сидит на следующая и такая раковина это настоящая раковина между прочим это никакой не фаянс ничего это настоящая раковина ну толчок обычный беру какого-то гигантского моллюск до такого туда какого-то моллюску прикольная фигня ребят но вот такой супер транспорт нас здесь встречает вот видите под названием лёхина машина как называется банан хилл на аккумуляторах она работает дали надолго хватает совершенно стырочку нет день такого нормального использования и под вечер рискуете где-то в горку встрять и остаться а скажи пожалуйста скорость максимально с какой-то 20 километров тут больше по моему не предусмотрено разгоняется она хорошо а подзаряжаешь на игре подзаряжается она вот здесь давай покажу тебе если вы думали что это машина которой можно сделать себе военной прическу нет это как раз зарядка с тремя дырочками для вот это чудо автомобиль вот так ребят ну поедем посмотрим что может это чудо автомобиль да сейчас вот алекс приучил его дрифту вот этот автомобиль алекс я тебя прошу не гони а ну чё вот такие вот приятные люди как нурик встречают нас здесь так что приезжайте все работать сюда да чё делать вот здесь здесь будем делать так как все у нас здесь являются спортсменами такими разрядниками мы решили заехать спортзал и посмотреть что же происходит в этом спортзале чтобы вы понимали что на каких-то островах есть еще и какой-то спортзал ребят есть что выпить идем посмотрим что там нурик строил да ты у братья строили чё нурик не пускают тебя в твой спортзал вот такой вот спортзал на сошельских островах ну чё в принципе нормальный спортзал такой беговая дорожка есть полотенце есть водичка есть чё вам еще надо да спина плечи все есть все нормально нурик решил как спортзал которым построил хочешь ну ты хоть сядь там да чтобы давайте вон туда садись вон туда вон туда ну блин сейчас мы найдем самый большой здесь есть огромная черепаха которая лет 250 или 200 лет сейчас нам алекс покажет он знает здесь всех черепах уже по именам специалист да он специалист поэтому да здесь говно и здесь много много змей сказали змей очень много поэтому мы будем мы будем осторожны вот уж не известно что лучше говно или змеи такие ящерицы 1 2 какой-то прям райский остров ну чё мы спустились мы спустились их не поверите здесь вот в этом в этом райском уголке каким-то чудом оказываются напитки где это природный холодильник вы просто здесь даже съемки клипа проводить я вчера и все что нет там внизу сейчас я только поменяю я пойду так красота конечно неописуемо ребят надеюсь и вам это все понравится где вы еще сможете побывать на таких островах только с нами с чеховскими проходимцами вайлинг да ну нафиг эти тапки просто вообще просто супер жопа вообще вы посмотрите вообще какой здесь качество никого никого ни одного следа нету вообще нету ничего ну прям блаш вообще прям до 1 1 1 мои шаги прям смотрите первые мои шаги до первые мои шаги здесь просто супер а то сегодня снимать либо бы еще вай фай я бы обязательно подключил бы перископ для того чтобы вам было всем лучше видно что здесь происходит но к сожалению здесь это единственный наверное минус этого острова потому что здесь нету вай фая но есть вот такие отличные вообще замечательные волны надеюсь я не потеряю телефон ну что я могу сказать прям прям супер круто прям супер круто прям большое спасибо алексу за что он нам показал это место прям супер 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 гуд в личной степени ну просто в отеле купаться там прям не чувствуешь ну как бы природа там видишь что это здание где-то люди ходят а здесь здесь все в твоих руках если акула прыгает да мы кстати когда вчера были на рыбалке вы помните да то что вам рассказывал Андрей то что девочка прыгнула с лодки и буквально через секунду ей был откушен полбока то есть здесь от укусов акул погибают люди ну надеюсь из нас четверых никто не пострадает сегодня по крайней мере а сейчас мы вот здесь вот поднимаемся вот так вот вверх идите за мной там у нас райское место а здесь у нас выход а здесь адский подъем да адский подъем да и выход в цивилизацию ну вот такая экскурсия по острову я тебя сниму чтобы тебя было видно вот на ряду с ним это пиздец ребят ну чтобы он не успел свалить они очень-очень быстрые они глохчат энергетики вы представляете насколько он здоровый? не выдержит ты весь большой а меня он вчера поднял я вообще-то катался на нем ну что я могу сказать вообще просто супер давай фото наделаем вот оттуда сейчас лучше туда обойдите чтобы он туда развернулся а вот это вот как раз и есть бананы давай попробуем съесть можно найти я думаю спелый я сомневаюсь конечно что мы найдем спелый но вот так вот растут бананы здесь бананы черепахи давай из чего звони ух 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 увидели что он творит мы находимся с вами на болоте поэтому наш квадро гидро черепах почему-то шуршит ладно пойдем попробуем банан сможем банан сорвать? где ты сможешь так еще съесть банан? хоп бананчик набрали и чё? каждым бананом разворачивай сейчас расскажешь свои впечатления о бананах здесь не отравительные конечно не откусываю прям жопку эту главное чтоб потом супердрич тебя не пробрал не это еще не готов он? не готов такой твердый он говно? не вкусно как хурмагли ну видите Нурик подталкивает ее чтоб мы могли как бабслей у нас что сделали мы без меня? это точно вот еще одна черепаха буквально недавно в Китае я их ел а теперь мне просто приходится сидеть рядом с ней так вот гладить ее смотрите она стартует очень быстро а сзади меня ну видите это как раз и есть тот вертолет на котором мы должны были сегодня делать тест драйв но как видите погода опять испортилась и соответственно уже не можем мы ничего сделать но отличный хороший вертолет видите завис так ребят сидим на пляже и обсуждаем вы даже не поверите чего мы обсуждаем супер поездочку в которую вы можете тоже попасть с помощью видеокамеры а мы ее обсуждаем с АТВ клубом НОРД Уэй НОРД Уэй СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ да правильно СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ переводится так что сейчас ну знаешь мы сейчас сделаем немножко вот так вот Дим расскажи мне вот прям буквально так вкратце мы собираемся летом 15 июня поехать на полуостров Рыбачий 2016 года да? 2016 года да мы посетим города Заозерск полуостров Средний полуостров Рыбачий перевал Муста Тунтари у нас поедет серьезная команда я думаю десяток может быть два десятка квадроциклов в прошлом году с нами ездил Олег человек немножко от этого далекий но может быть сегодня он сможет передать свои ощущения свое настроение после прошлой поездки как бы интересен его взгляд со стороны на эту поездку ну я человек который достаточно много ездил по миру вот за все годы и если сложить в сумме все поездки которые я съездил то ощущение от прошлого года когда я съездил на заполярный круг я первый раз в жизни вообще ездил в заполярный круг вот прямо была такая стола это перевесит все то есть на невероятность поездки этот мощный адвенчерс ощущение от всего увиденного остается в тебе и естественно просто естественно я уже весь год как Дима я говорю я хочу купить джип хочу купить квадрик меня это все мучает меня это вертит все я ночью просыпаюсь я думаю я там читаю книжки которые мне Дима дает в общем я не то что рекомендую я туда поеду и я всем уже говорю ребята это что-то unreal на Кольский полуостров но Кольский полуостров он как бы конечно огромный мы выбрали определенные цели это кольца Лиена Хамари по одной из легенд это стартовые площадки для летающих тарелок которые разрабатывала немецкая АННРБ мы сможем это показать людям? да кольца мы покажем конечно мы зайдем вовнутрь может быть возьмем акваланги нырнем вот мы видели как из затопленных колец из под воды всплывали масляные пятна вот мы видели там завалы мы хотим это еще раз потрогать и провести там больше времени вот потом мы посетим закрытые военные города заброшенные города перевал мустотунтере знаменитый на котором были бои где расстояние между немецкими и русскими позициями российскими нашими советскими позициями порой не превышало 25 метров мы проведем свои расследования интересные то есть по тому как сражались наши солдаты то есть покажем вам кости упавшие самолеты кожаную куртку летчика расскажем вам кто погиб на этом самолете у нас там есть две аэрокобры и один немецкий самолет вот мы вам покажем аномальные зоны давай не будем рассказывать все а то вам просто будет уже не интересно смотреть мы уже мне кажется и так замануху им сделали и я думаю то что всем уже будет они все наверное будут все ждать вот эту поездку ну хорошо маленькая еще тогда интрига это тридцатиметровый лаз под землю со старыми железными скобами ступеньками мы планируем в этот лаз сбросить надувные лодки спуститься и надуть эти надувные лодки под землей и плыть по шахтам длинным шахтам коридором да это как бы ну затопленная немецкая база для подводных лодок немецких вот штольни штольни называется мы проплывем по этим штольням и снимем вам репортаж какой-нибудь ребят и во всем этом буду участвовать я так что видео будет у нас вот такое готовьтесь скоро все будет а мы продолжаем привет youtube привет наши подписчики ребята давайте покажу номере в котором я проснулся выглядит он вот так такой вот замечательный вид открывается из окна давайте пробежимся по номеру покажу вам весь номер здесь вот есть еще одна спальня здесь это не только мой такой вот здесь две спальни в этом в этом всем привет здесь есть вот такая вот большая-большая ванна душ умывальников начальник ой да дыр ну так вот выглядит туалет такие вот номера на сэшел вот еще опять же говорю что это это не весь номер здесь есть вторая спальня там сейчас спит алекс сейчас начнется я пойду вам тоже ее покажу ну а вид вы сами видите какой пойду дальше вам снимать показывать ну чё давайте вам покажу теперь весь номер там алекс уже проснулся сейчас я вам покажу весь номер номер по привет привет мир большой экран с проектора на самом деле да верте того что вы видите это точно такого не бывает у нас есть там какая-то джакузи насколько я понимаю вот он вот он вот он Димон спасибо дим сейчас мы немного поплаваем пойду вам сейчас покажу давайте покажу есть полностью целиком весь номер всем было ясно и понятно выглядит все это вот так это вот как раз вот оттуда мы входим это центральный вход давайте сейчас вот так вот сделаем у нас сегодня шел дождь он видит ящерицы ползают вот здесь вот машинка стоит и соответственно мы попадаем на виллу поехали ой такая вилла давайте начнем со спальни это спальня алекса это кровать вид тоже на этот бассейн всем привет здесь даже мне кажется побогаче здесь вот есть потому что ванна такая толчок шкаф сейф ну теперь пошли туда уж как тут холодно здесь говорит морозильник все морозильник все устроил там вот это такая гостиная выглядит она вот так с видом вот таким вот такая вот гостиная здесь есть мини-бар вот он там полно-полно всего соответственно здесь вот есть еще кому-то не хватает есть книжки даже на русском языке что здесь интересно давайте посмотрим а здесь душ такой душ прям на улице и соответственно толчок вот здесь вот можно в кофе машин стоит ну вот так нас встречаются сашельские острова как сказать как скажет дурик я даже так не скажу вот сашельские острова это что это там Субтитры сделал DimaTorzok Вот так у нас опять прилетает большой И там вот видите, есть маленький вертолет На котором сейчас я полечу, чтобы понять Что может маленькая техника Так что сейчас Будет такой легкий расколбас Собираемся уже отлетать Сейчас вот на большом мы уже летели Я вам рассказал о нем Сейчас попробуем полететь на маленьком Ребят, ну не будет знаю, как будет там все сочно Вот у нас сейчас будет происходить взлет Так что сейчас у нас начнется что-то интересное Прощай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Привет, Ютуб! Привет, все наши подписчики! Только что летели на этой вертушке Чуть не обкакался Мы пришли брать его в прокат ДимаTorzok ДимаTorzok И соответственно Нам отказали Потому что чуть там Вчера его кто-то раздолбал Короче, нам не фартануло В этот раз Там Андрюх сейчас пытается что-то сфотографировать Что-то сделать Плохо Плохо, что нету Очень плохо Спасибо большое Что-то купил Он нам предлагает сейчас вот такие катера Цены на катера Давайте посмотрим Это 9000 евро Это катер стоит Прокат В евро Да За один день За 8 часов За 9000 евро 8 часов Бросай эту штуку Побежали отсюда Я устал Такая утомительная цена Такая притомленная Это еще без капитана Это сам за баранкой что ли? Да Ну что вы все сами видели Мы сделали все что могли Теперь мы отправляемся искать сувенир Вот такой у нас чудо вид Открывается Вот здесь вот только что мы с вами были Вот здесь вот Туда дальше уже Туда дальше у нас аэропорт Вот он сам аэропорт И вот на том острове Вот на этом острове мы были Другие Вот такой вот аэропорт Никакого здесь Автобуса или еще чего-то нету Приходится Просто идти пешком до самолета Просто идти пешком до самолета Ну все Прощаемся Здесь сейчас тепло Москве сейчас сказали Ребята мы катались на снегоподах Есть там один утопленник А мы отправляемся в сторону Дубая А мы отправляемся в сторону Дубая